Приветствую зрителей! В этом видео хотел бы ликвидировать безграмотность, что касается Ада Майджек. Побудили записать это видео с одной стороны реплики в духе, а то Ада в WebAssembly не компилируется, то в LLVM компилятора нет, то для Эльбруса, то еще что-нибудь. Ну и как назло, производители компиляторов и впрямь ведут себя как чурбаны, ну или так это выглядит со стороны непривычных к такой обстановке интернет-пользователей. Привычно нам, когда в интернете все лежит на видном месте, все расписано, ссылка на скачивание и так далее. В мире языка Ада все немного по-другому, причем скорее это к лучшему. Все держится на крупных корпорациях и за счет этого на Аде может быть довольно мало разработчиков, и для какого-то другого языка программирования это было бы убийственно, и для Delphi это был большой ущерб, а для Ады нет. Мы можем петь, а нам все равно, а нам все равно, все равно наш язык программирования живет. Надо только иногда доделать за корпорациями то, что они сами не делают, и будет замечательно. Вот типичный пример, как это по-идиотски выглядит. В 2012 году так выглядела страница, посвященная Ада Мэйджик на сайте производителя. Ни скачать, ни демоверсия, ни цены, ни документации, вообще нялю. И долгое время так и был этот транслятор окружен орелом тайны. Вроде бы он есть, но никто про него ничего не знает. А потом Совчик и Ада Кор слились, и на сайте Совчик осталось только упоминание об этом событии. Ада Мэйджик вообще куда-то затерялся, как будто было мало проблем до этого. А транслятор-то нужный. Некоторые проекты на Аде не получится начать, заранее не знаю, что потом получится портировать. Производители предоставляют для некоторых платформ трансляторы только C или C++ в разном виде, значит только через них и можно реалистично транслировать. А трансляция нетривиальная, языки эти нежележащие, довольно рыхлые, всепрощающие. И чтобы поверх них реализовать язык Ада с ее великолепными способностями ловить ошибки времени исполнения, это нетривиальный инженерный труд. И известно, что Ада Мэйджик с этой задачей научен справляться, проходит тесты АКАЦ прямо как настоящие трансляторы, производящие машинный код. Такая хорошая вещь и такая сложная судьба. С некоторых пор, достаточно давно, проблемы эти оказываются решены. Но тут все как-то запутанно хитро, неискушенному не сразу понять. А суть в том, что Совчик, или это уже было Ада Кори, передала технологию индийской организации MapuSoft. И эта индийская организация выставила транслятор чуть ли не в свободный доступ, но для неискушенного понять это сложно. Нормальный человек ожидал бы узнать это на сайте Совчик, или Ада Кор, но вот ни там, ни там об этом узнать не получается, а получается только на сайте MapuSoft, название которой для сообщества адаистов ни о чем не говорит. А не говорит, потому что MapuSoft включила этот адский компилятор в свой продукт Абкуи, и продает его как целое, не особенно заботясь о нормальной разработке. Вот пример вопроса-ответа с их сайта. Вопрос. Можно ли использовать утилиты отдельно от IDE? И ответ такой издевательский. Да, всегда можно извлечь сгенерированный код и в дальнейшем использовать его без IDE. То есть эти индийцы исходят из того, что новое на Аде не пишется, потому что если пишется на Аде, то от прошлого извлеченного кода на Си толку нет. Его нужно перегенерировать. А на тему как это делать без IDE ничего не сказано. В своем видео я и это покажу как делать. Все это производит такое впечатление, что эта драгоценная жемчужина попала в руки каким-то эффективным менеджерам, которые не в состоянии оценить ее значение. С одной стороны они разбрасываются этим добром, и за это им спасибо. С другой стороны они не вкладываются в развитие адской части библиотек времени исполнения. Они не вкладываются, и в сообществе разработчиков на языке Ада про них не слышно. Они не производят новости, они не трубят на весь интернет. Смотрите все сюда. 15 лет был Ада Мэджик окружен ореолом таинственности. Вы о нем мечтали, но у вас его не было, а теперь мы им разбрасываемся. Эти клубки были распутаны. Скачать IDE можно прямо с их сайта, но, как и раньше у Ада Кора, для этого нужно оставить электронную почту, заполнить поля всякие и получить на почту прямые ссылки на скачивание, а заодно подписку на новости. В принципе, если глубоко погружаться в эту тему, то почему бы и нет. Но для тех, кто не хочет, вот прямые ссылки на скачивание. Замечательно качается все обычным вегетом, браузером, чем угодно. На Windows рекомендуется взять 32-битную версию. На Linux, наверное, лучше попробовать для начала версию совпадающей разрядности, потому что там транслятор GCC не встроенный, а из системы берется, и установщик проверяет его работоспособность, используя абсолютные пути к нему. Даже если поставить на 64-битной системе 32-битный GCC, по абсолютному пути будет 64-битный, и установщик откажется продолжать. Продолжение следует... Установщик большой, после запуска долго ничего не происходит, и сама установка длится довольно долго. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Для начала покажу, как можно получить рабочую IDE. Нужно заменить пару файликов в архивах и установить ключ лицензии. Единственная польза от этого мероприятия, можно увидеть всю систему в сборе. IDE вызывает все утилиты командной строки с такими ключами, что они из коробки в состоянии транслировать программу и запустить. Но для постоянного использования это не очень подходит. Во-первых, подсветки синтаксиса нет. Во-вторых, из коробки настроены такие целевые платформы, для которых есть гораздо более подходящий GNAD. Если кто-то берет именно Adamagic, то, наверное, для какой-то другой целевой платформы, а там уже хоть как придется немного забуриться в файлы конфигурации. Все то, что представляет настоящую ценность, а это, например, исходные коды стандартной библиотеки, не заблокировано и не зашифровано. Просто не настроено работать без IDE. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Иде долго думает. В это время в ней расшифровываются PDF из стандартной библиотеки. PDF можно скачать на сайте в незашифрованном виде, но на всякий случай в демо-версии их зашифровали. У стандартных библиотек зашифрованы не исходники, а только машинные коды, которые можно при помощи лежащего рядом с ними батника пересобрать. А вообще, поскольку Adamagic предполагается использовать для какой-то другой целевой платформы, не для той, под которую все настроено из коробки, то пересборка стандартной библиотеки – это практически по-любому необходимый шаг, если, конечно, не отключить все проверки и не отказаться от стандартной библиотеки. Но тогда, тем более, это шифрование не имеет значения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Как можно видеть, программа собралась и запустилась. Субтитры создавал DimaTorzok А теперь настройка утилит командной строки. Для начала нужно скопировать несколько недостающих файлов в директорию адаподчеркивания magic. Этой директорией является Windows или Linux в зависимости от операционной системы, но вне зависимости от того, делается ли трансляция в C++ или просто C. Потом нужно будет установить переменную среды адаподчеркивания magic, чтобы указывало в эту директорию. Особенно это критично на Linux. Под Windows программы способны сами выяснить полный путь к исполняемому файлу и узнать директорию, а на Linux с этим традиционно какие-то затруднения. Также, чтобы вызывать утилиты из командной строки, можно добавить директорию bin в path. Установщик AppCore добавил только директории с GCC, но не с транслятором AdaMagic. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Проверяем, что получилось на примере утилиты AdaOptz. Должно быть видно длинный список возможных параметров. Если утилита не нашла свои файлы, вывод будет существенно короче. Продолжение следует... 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 Для проверки транслятора напишем классический «Привет, мир!» В Adamagic все исходные файлы проекта нужно регистрировать утилиты Adoreg. Зарегистрируем новый исходник. Теперь, чтобы собрать программу, нужно воспользоваться утилитой Adabgen. Раньше она называлась Adabind, но зачем-то переименовали. Это примерный аналог GnatMake, GnatBind и GnatLink 3 в 1. Транслирует исходники утилиты Adacigen, которая раньше называлась Adacomp, изучает граф зависимости, делает топологическую сортировку, создает порядок инициализации, транслирует код инициализации и в конечном итоге производит исполняемый файл. При этом опирается на файлы UnitMap и Adalip. Adalip по назначению чем-то похож на GPR в Gnatе. И первая проблема на этом пути – это неправильный путь к стандартной библиотеке. Его нужно поправить в файлах конфигурации в директории сайт. Но неправильный путь уже прописался в Adalip, поэтому не подействует, пока не изменить или удалить Adalip. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вторая проблема – неправильный путь к нежлежащему транслятору C в файле конфигурации. В данном случае указывается GCC из того же комплекта, а вообще это может быть любой подходящий транслятор C. Еще одним вариантом является использование таких специальных опций Adabagen, при которых сохраняются результаты трансляции в C, а нежлежащий транслятор не запускается. Тогда, конечно, не важно, есть он вообще или нет. Примерно так и работает IDE. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Третья проблема – это ключи нижлежащего компилятора в файле конфигурации. Субтитры создавал DimaTorzok Последняя проблема – стандартная библиотека не подключена при компоновке. Надо добавить ADRTL. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Все, заработало! Что из себя представляет AdaMagic я показал, как настроить – показал, а дальше, конечно, нужно учиться модифицировать все под свои нужды и делиться опытом таких модификаций. Продолжение следует...